друзья всем привет будем делать nitsubishi кольт старенький такой кольтик он очень долго видимо стоял по внешнему виду очень видно что стоял короче что с ним сделали его притащили задачей поменять коробку коробка стоит вариатор коробку привезли контрактную механике и поставили она на этой коробке вообще не ехала ну там особо я ее не диагностировал сильно много но по диагностике было видно что вы вообще не крутятся ни один ни второй коробку сняли привезли другую коробку поставили она начала заводиться ехать но когда едешь моргает буква n на селекторе и после этого но что ну там пригнали поставили и она перестала заводиться собственно что имеем вот такой mitsubishi у нее стоит старт-стоп зажигание там включается все вот так сейчас зажигание нажимаешь на тормоз как обычно старт-стоп держу не заводится ну начнем диагностики насколько я знаю вроде бы до 2005 года если стоит старт-стоп и нету метки то скорее всего что у него нет иммобилайзера но вроде бы должно быть так потому что ключей никакие не привезли просто привезли тачку бросили и заводилась на без всяких там дополнительных меток просто вот старт-стоп и поехал короче угоняя не хочу одним словом так делаем диагностику сначала давайте мотор потому что после установки новой коробки контрактные коробки она все-таки заводилась и ездила даже сейчас почему-то перестала так о датчик коленвала ошибка подачку коленвала так и давайте сразу проверим коробку потому что вот она селекторе моргала вот на ходу это мне рассказали мастер и приемщик который ездил по коробке ошибок вообще нету значит надо проверить только мотор и сигнал датчика коленвала кстати можно давайте сделаем так покрутим мотором и посмотрим сигнал коленвала есть ли вообще сигнал коленвала поток данных и выбираем кран 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 шафт позиция кран 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 сигнал и сенсор сам так сигнала нету а если крутить крутим сигнала нету ну по крайней мере есть куда копать так давайте проверим датчик колено такая маленькая контроль к обзавелся на эти пацаны супер простая но эффективная и плюс и минус лампочки горят сейчас проверим работе так что фишка фишка бля прямо в герметике видно запаянная так проверим как контакты плюс 12 вольт есть минус есть видео то есть сигнал считается на средний сигнал что с фишкой епта ну вот это вот надо походу распаковать у меня есть такая фишка можно будет поменять провод сделать этот провод это какой то есть это какое-то питание а ну-ка еще раз это 12 вольт сигнальный и минус что у нас висит кольток же получается датчик встроен в крышку крышку гораема и тут до него добраться так не будет нелегко по ходу да распакую давайте распакуем здесь для начала вот так вот нет не получается надо еще больше не получается такой толстой иголкой проткнуть таки маленький контакт а ночь иголочку вот так вот к маленькую иголку воткнем дать минусовую букву тоже на воткнуть если вот так вот вот так вот почти еще чуть-чуть не получается а вот это но плюсова есть так и наверно давайте еще минусовую разок ну что-то есть да не могу так стать просто нет надо крутить я знаю проверить сейчас сниму фиксатор это фишка вообще какая-то беда и снимаем сигнальные вот так вот достаем так вот почистим иголку вот иголку вот сюда вот так вот воткнем допустим вот сюда вот так вот на место вот так есть 12 вольт проверим было бы неплохо прозвонить всю сеть цепь всю отсюда до бока управления старый автомобиль возможно где-то косяк проводки или даже что-то делали может соединяли уже что-то такое поэтому есть смысл прозвонить всю проводку так берем кабель трекер что такое что такое надо снять ответную фишку с датчика часть блока видимо что-то сажает сигнал ну плюсовой это это принципе плюс давайте плюс не будем звонить начнем с минусы начнем с минусы начнем сигнального плюс вроде как питание это приходит вспомнил такую тему кстати пока коробку проверяли механики тут ну там снимали ставили и они что руками шурдили где-то проводку как-то как-то плохо работал вот метан только потраивало что ли что типа такого вот в этом районе кстати может быть это тут и косяк есть связан с этим так опять сигналу нету ладно давайте сигнальный провод сигнал идет проверим подойдет вот самый самый толстый провод точнее того самого толстого живут это идущий блок вот этот провод да вот он быстро нашелся моментально нашелся так и теперь вот тут вот сюда есть наверно вот так вот Продолжение следует... Ну, до блока добраться, вот, надо, походу, крышку снять или весь блок снять придется. Ну, точно, вот этот провод зеленый, зелено-красный, вот он. Вот, это он. Короче, давай тогда, я датчик Олено сейчас... Что делать? Надо крутить. Сейчас скажу, когда. Момент. Я видел, я ее уже почистил, но... Ну, шикарно, что? Я не знаю. Так, давай, крути. Хорош? До двух вольт. А, давай еще раз. Хорош? Так, подожди, давай сейчас на датчик распредвала посмотрю сигнал. Так, давай еще раз, крути. Это датчик распредвала будет. Хорош? Так, тут сигнал до полтора вольта. Слушай, а тут ГРМ... Не ГРМ. Приводной ремень меняли? Приводной ремень, не могу тебе сказать, могли снимать его. А могли не снимать. А что такое? Ну, крышку никто не трогал этого. Крышку приводного, это, ремня приводного, ну, ГРМа никто не трогал? Да, ну, давай еще раз, крути, не уходи. Ну, вот, вот, крышка, вот датчик стоит, вот, видишь датчик? Да, вижу. Вот у него фишка уходит в крышку и туда вниз идет. Я знаю, ну, туда никто не лазил далеко. То есть, так далеко не лазил. Мотор только туда падал немножко. Ну, а после этого, блядь, ездил, аж? Ладно. Еще раз, зажигание включи. Если бы она не едет, давай, ты не разговаривай. Не, ну, вот сейчас сигнал, получается, минус висит на сигнальном. Зажигание включено. 6,87. А ну, давай заводи. Хорош, не падает сигнал. Сигнал не меняется, Юр. Что это значит? Это значит, что датчик не видит метки, ну, как бы, мишени. А ну, подожди, давай еще на распредвале, еще раз попробуем. На распредвале 5. Давай, крути. Ну, давай, как там делается, там, целая процедура. Давай еще раз. Подожди, Юра, посиди. Давай сейчас осцилограф заведу. Давай. Так проверим. Ну, сами видели, да? Я думаю, надо осцилограф запускать, попробовать осцилографом проверить качество сигнала. Потому что мультиметр, мульти, ну, как мультиметр. Пандора показывает, что-то, что-то, но что-то этого мало. Надо проверить осцилографом. Так, ноутбук. Запускаем. Переходник. Сейчас проверим. Так, никого нету. Давайте, вот я осцилограф подключил. Попробуем сами покрутить, посмотреть, что за сигналы здесь вообще выходит. Будет ли хоть что-нибудь. Еще бы датчика коленвала и распредвала. Давайте запись. И покрутим. Что там есть? Проверяем, что там есть. Что у нас есть? Наверное, нифига. Так, датчика коленвала, датчика распредвала. Сейчас, момент. Это первое. Коленвал, распредвал. Да. Сигнал есть. Какой-то он растянутый. Момент. Вот так будет, правильный, да. Да, датчик коленвала, наверное, сигнал есть, хороший сигнал. Чего ж не хватает тогда? Возможно, это ошибка. Ну, если механики лазили, как вы только что сказали, что если механик лазил, на включенном зажигании не могли это все делать. Ну, механики, что ж, механики, по сути. Любой электрик меня поймет, что механики от электрика отличаются кардинально, вообще даже, во всем. Электрик знает, что не надо ничего там снимать фишки, дергать там на включенном зажигании, если просто ты не проверяешь питание, не проверяешь там вольтаж этой фишки или что-то еще. Просто так, электрик не будет питание снимать, что там проверять. Это в исключительных случаях, когда ты знаешь, что ты делаешь. Давайте-ка проверим наличие искры и топлива. Крути. Крути. Так, искры нету. Смотри, на даче коленвала, с датчика коленвала сигнал идет, с распредвала тоже идет, по крайней мере на самих датчиках. Подожди. Насос слышно там, нет? Насос слышно? Насос, да, мы новый уже поставили. Иди, есть, проверяем. А почему новый? Старый. Когда ты крутить начинаешь, тогда он дает давление. Ага. А ну-ка давай, крутани. Когда ты изынка не слышишь, что он не крутит. Крутани. Еще. Хорош. Все, ладно. Короче, я проводку... Я проводку проверю, вот датчика колена до мозгов. Она импульс на просунку, получается, приходит. Ну, это импульс на просунку, а сейчас таки приходит, если свечки мокрые. Ну, не скрыто не возникает. Да, ну, блокирует или мобилайзер, или, например, датчика колена. Потому что отсюда сигнал есть, отсюда сигнал есть, датчика распредвала. Но в диагностических параметрах оборотов нету по датчику колена. Он вообще не показывает никаких оборотов. То есть тут-то может быть и быть, а что-то, что приходит к блоку, это уже другая история. Надо, походу, дергать его в фишку и прозванить провод, вот этот силовой. Потому что сигнал есть, тут присутствует. И тут присутствует, так, наверное, в подвале. Тут где-то, тут полегка, когда делал коробку, я подходил, он там что-то, раз-два, что-то, бах, и она так потраивает. То есть вот тут где-то проводка может моросить из-за этого. Ну, скорее всего, что-то, да, ты же видел, как тут все было, блядь, красиво, нахуй. Ладно. Улыбаемся и машем. Давай тогда. Что давать-то? Зажигание выключаю, я сейчас мозги сдерну, фишку сдерну и проверять буду. Я вообще говорю изначально, надо мозги снять, вот тут проверить, у них бывает тут, там, зелень. Ладно, отрубай пока все, сейчас. Слышали, наверное, да, как обычно бывает? Вот так обычно и бывает. Приезжает автомобиль, что-то там померчать, ремонтировать, потом бах, заглох и все. Люди удивляются, а почему это я приехал, там, колесо подкачать, а у меня прям заглохло. Вы что-то не то сделали. Ну, такое бывает иногда. Я думаю, кто, так сказать, сервисмены, которые смотрят, они знают вот эти моменты все. Ну, делаю, короче, как сказал, как, думаю, что надо проверить, реально проводку отсюда до сюда. Потому что, что здесь приходит, это неплохо. Плюс-минус есть сигнал выходит. А как он доходит до блока управления. Тем более, провод я уже знаю какой, я тут быстренько вызвоню. Так, что-то еще. И еще вот здесь. Так, нашел вот этот провод. Точнее, ну, вот этот пин. Короче, даже номер не вижу, но это он пин. Теперь надо проверить силовым путем. Берем, берем-берем-берем-берем. Это мы пока убираем. Это тоже. Сюда вставляем плюс. Сюда вставляем плюс. Неудобно, но надо вставить плюс. Вот так. Так, есть. Под нагрузку. Что под нагрузку? Провод живой. Так, провод живой. Надо прозвенеть туда массу и прозвенеть и плюс тоже. Хотя, если сигнал уже есть, значит, что-то еще. Нет, тут что-то другое, видимо. Дело становится все интереснее. Я все-таки думаю, что надо и минус тоже прозвонить, и плюс тоже. Ну, если уж разобрал, то что бы не проверить сразу все. Так, что, давайте. Кабель-трекер в путь. Что-то есть тут. Здесь тоже. Минус, наверное, скорее всего. Какой-то и общий будет. Где-то вот здесь вот. Да, минус общий. Вот он. Где-то, видимо, связка из тех минусов. Я не знаю, мучаюсь, конечно, но у меня вроде есть схема к этому автомобилю. Но тут, вроде, и так все понятно. Более-менее. Ладно, проверим все-таки. Убираем пока. Это тоже. Вставляем сюда. Понимаю, чтобы ничего не коротнуло. Это не должно, по идее. И так горит. Под нагрузкой. Под нагрузкой нету. Под нагрузкой нету. Вот видите, под нагрузкой нету, ребятки. Так, есть, под нагрузкой нету. А плюс? Плюс. Проверим плюс. Плюс это получается красный провод. Давайте вот сюда. Оп. Где-то здесь? Да, ладно. А вот плюс в них точно, действительно общий. Много плюсов. Много плюсов. Это, скорее всего, и вот здесь он есть, походу, где-то. Коротит, что ли? Да. Чувствуете? Шевелю проводку. Сигнал чаще. Тут какой-то предохранитель нашел. Что за предохранитель? Чувствуете? и минус и плюс кроме сигнального ну так может быть и должно быть надо открывать схему так ребята смейте нарыл первые первый сигнал вот осциллограмма датчика коленвала это сайт ротки им часто пользуюсь очень полезный сайте инструмент есть сигнал датчика коленвала и у нас немного не сходится но тут мотор указан 1 и 3 2002 2012 год 4g19 этот вроде бы похож но вольтаж второй сигнал 2 это датчик распредвала на нем висит по снаю 5 вольт при прокрутке ну не холстой хотим и прокрутка она датчики коленвала 930 1 теперь момент вот сигнальный провод датчика колена на нем сейчас висит постоянно висит 7 вольт вот сигнальный провод датчика распредвала на нем висит почти пять снимаем фишку минус сигнальный на нем висит 5 вольт и питание 12 вольт бортовая сеть одеваемое место начале видео вообще-то ну если вы заметили вот тут вообще ничего не было вот на этом проводе ничего не висела минус сигнальный 5 вольт и 12 вольт как только выставляем датчик на место на сигнальном у нас автоматически появляется почему-то почти 7 вольт это говорит о том что скорее всего что там внутри что-то не так что-то неисправно у них есть такой косяк вроде что-то там вроде якобы при нагреве крышка деформируется бывает провод цепляется за что-то и в итоге может коротить или вообще не заводится или еле-еле там как-то он с проблемами короче вот почти 7 вольт висит я вот думаю на это все смотрю и думаю как же мне снять этот час крышку хотя бы верхнюю я могу наверное снять посмотреть что там дальше с датчиком провод далеко идет недалеко вот пока на этом остановлюсь я думаю есть смысл замерить сопротивление самого датчика хотя бы номинально сколько должно быть хотя бы сколько там показывает сколько показывает он поискать сколько должно быть так сигнальный вместе сигнальный плюсовой 116 и 2 ома сколько анти с датчиком спидвала 1 кОм 1 кОм информации я немного снял крышку верхнюю часть и край был отломан и нижней части тоже снял ее хочу провод отогнуть и чуть пошатать что ли проверить может быть там и сериально каратит может вольтаж нас упадет а то разбирает от многовато час не хочется придется отдавать механикам всем привет дубль 2 второе утро кольта перегнал на подъемник вчера без меня механики сняли крышку коп крышку грима где крепится датчик коленвала и обнаружили соединение самого датчика и провода окисление прямо вот этом зеленые говорят прям было прям явно видно хорошо они почистили поставили на место думали завести вечером уже без меня но она не завелась поэтому они будут разбирать снова что я хочу сделать взять пандору пойти отключить датчик померить еще раз контактный сигнальный провод вчера который был если они он будет вместо там 6 тысячам того 7 будет нужные 5 там просто закажем датчиком придет поставим и потом будем проверять снова то есть пока вот такие дела надо будет теперь надо крышку он тупо включить можешь вот отсюда не поднимает тачку да вот и разъем обратно да а соединяй все все датчику хана не я не могу найти сопротивление датчика какое оно вообще должно быть поэтому снял датчик для проверки и ничего не нашел ну вот если брать в киомах показывает давайте помог померяем омах показывает 116 и 7 какое-то он и не знаю в гугле искал нигде ничего не нашел если у кого-то есть мануал не мануала показания вот какое должно быть точно этого датчика напишите в комментарии поделитесь информацией пожалуйста но как видели при отключении датчика сигнальный провод появляется 5 вольт подключение появляется 7 вольт предположение что плюсовой сигнальный провод в самом датчике ну обмотка где-то коротнула то есть сейчас ищут старый датчик мотор этот контракт на где-то есть у владельца ты насколько я понял старый его мотор на котором должен быть датчик коленвала старый но с того мотора и если он реально есть то его привезут мы его поставим будем пытаться заводить давай короче поехали снимаем старый датчик старый датчик 116 и 5 это сигнальный и плюс сигнальный минус по нулям это типа контрактный старого мотора сигнальный и плюс тоже по нулям сигнальный минус по нулям вот это стать датчик установлен стартуем все завелся что и требует доказать чек горит надо будет ошибки сбросить еще прокатиться и посмотреть по поводу на ходу моргала буква н селектора вот этот момент проверить еще если такого не будет значит наверное это все вот и все на этом датчик поставили новые автомобиль завелся ну не новая контрактный точнее со старого мотора там контрактного или заводского не имеет значения автомобиль завелся все нормально работает там еще были косяки под датчику кислорода первому и второму но собственно сказал хозяин что типа ну не это пока не волнует заводится едет на этом остановимся все и забрал автомобиль тестовый заезд сделали буква н при езде не моргала поэтому тут пока вопросов нет ничего коробки ну на этом как бы и закончилось поэтому если понравилось то видео не забудьте поставить лайк подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео на этом я с вами прощаюсь всем пока увидимся следующий раз все пока